Горный Алтай 2007 год Весенние лучи солнца медленно покрывали высокие кроны деревьев. На опушке леса стояла деревушка из двух десятков добротных срубов. Бодрой поступью по проселочной дороге шел седой старик с коротким посохом в руках, одетый не весь как, в хромовых сапогах, галифа и плащ-палатке. Прищурившись, старик посмотрел на утренний восход и негромко произнес «Шесть утра, как раз поспею». После сказанного старик посмотрел на часы и подумал про себя. На две минуты ошибся. Проходя мимо колодца, старик, заметив стройную молодую девушку, поднял руку и негромко произнес «Здравствуй, Алина». Девушка выпрямилась, откинула густую косу и, махая рукой, поспешила навстречу к старцу. Старик подошел ближе и, улыбнувшись, произнес «Ты чего это с утра у колодца-то?» Алина указала в сторону дома и знаками стала что-то объяснять. Старик поджал губу, после чего взял коромысло с двумя полными ведрами на плечо и уверенно проговорил «Ну что, внучка, пойдем-ка, узнаем, что, да как». Девушка кивнула. В темной избе на кровати полулежа сидела старуха. Ее голову обрамлял национальный головной убор, по краям которого свисали серебряные украшения. Шерстяные носки выглядывали из-под расшитого сарафана. Старуха, не открывая глаз, брончала на хамузе и шептала что-то себе под нос. Услышав шорох в предбаннике, старуха обернулась и произнесла скрипучим голосом «Здравствуй, Байкал. Все, что тебе рассказала Алинка, неправда. Со мной все хорошо». Старик Чина вошел в комнату и отбив поклон, ответил «Здравствуй, Айтан. Алина тут ни при чем. Я сам решил навестить тебя, справиться с здоровьем». Старуха, не открывая глаз, качнулась. «Не обманывай слепую. Слепые иногда видят лучше зрячих. Ты спешишь навстречу, которая состоится, когда солнце покроет землю лучами. Только послушай, что я тебе скажу, Байкал. Было мне этой ночью видение. Духи пришли и предупредили об опасности. Жаждущие власти и богатства люди, попытаются уничтожить долину. И поэтому духи пошлют Каландара. Ты найдешь его на сходе двенадцатой луны. Выйдет он из долины, чтобы встать на защиту матери земли». Старик раскрыл широко глаза. «На моей памяти последний Каландар ушел из жизни лет восемьдесят назад. Неужели мать снова даст того, кто сможет слышать ее голос?» Старуха стукнула в хомос, прислушалась к звону и негромко прошептала. «Духи всегда говорят правду. Это только люди лгут друг другу». Старик почесал затылок и произнес мысли вслух. «Да, дела. Я даже не знаю, что в этом случае нужно делать-то». Старуха еще раз ударила в хомос и после пронзительного звона напуственно добавила. «Ты, Байкал, живи как живешь. Все, что должно случиться, то обязательно случится. Там на небе давно все решено. А сейчас иди куда шел и не думай ни о чем». Старик поклонился местной провидице и добавил. «Благодарю тебя, Айтан, за хорошие вести. Вечером принесу рыбы. Если какая-то другая помощь потребуется, ты, Эд, обращайся». Старуха, раскачиваясь, продолжила игру на хомузе. Алина засуетилась и поспешила к выходу. Старик, следуя за ней, негромко произнес. «Ты, внучка, вся в заботах. Коров-то подоила». Алина, закрывая шрамы на шее, кивнула головой. Старик с грустью посмотрел на молодую девушку и негромко сказал. «Бедная ты, Алинка, все слышишь, а сказать не можешь. Ну да ладно, бывай, вечером зайду». Дымка утреннего тумана медленно покрывала низину естественного карьера. Стоя на каменистой возвышенности на краю обрыва, мужчина в длинном кашемировом пальто закрыл глаза, вдохнул полной грудью, на мгновение задержал дыхание и на выдохе прошептал. Воздух сладкий, как в детстве. Рослый парень крепкого телосложения, который в это время стоял поодаль, приблизился к мужчине и задал вопрос. «Ты что-то сказал, Альберт?» Альберт открыл глаза, повернулся к товарищу и ответил. «Воздух, говорю, чистый здесь, не то что в городе». Парень широко улыбнулся. «Да, места здесь хорошие. Одним словом, мать тайга». Альберт прищурил глаза, многозначительно кивнул и задал вопрос. «Не пришел еще лесник? Ты же сказал, что он будет нас ждать на этом холме». «Аркашка, ты место не перепутал?» Аркашка виновато пожал плечами. «Да вроде нет, ну я через мужика договаривался, который автолавкой владеет. Тот мне железно пообещал, что лесник будет нас ждать у карьера сегодня в 7 утра. Да придет, никуда не денется, в тайге люди словно держат». Альберт поднял обе руки и воскликнул. «Ну и где он? Сейчас ровно 7 утра». Снизу послышался старческий голос. «Здесь я, ребята». Через минуту на каменистый холм взобрался старик и, поднимая в приветствие руку, начал говорить. «Здравствуйте, как доехали-то?» Альберт брезгливо посмотрел на вновь прибывшего старика, одетого в сапоги и плащ-палатку, образца Второй мировой войны. После чего перевел взгляд на помощника и сукаризный вопросил. «Это и есть твой лесник?» Аркашка раскрыл широко глаза и растерянно, почти заикаясь, произнес. «Ну да, вроде он». Старик доброжелательно улыбнулся и, пытаясь внести ясность, начал объяснять. «Ой, вы меня неправильно поняли. Я не лесник, я местный житель. Рассказываю людям, по каким тропам нужно ходить, чтобы с медведем или лосем не встретиться. Здесь у нас места глухие. Затеряться, расплюнуть. Вот помню, три года назад группа туристов заблудилась». Альберт перебил старика и задал вопрос. «И что, много народа здесь бродит?» Старик, ничуть не смутившись, продолжил. «Ой, от гребников по осени отбоя нет. Лес как полная чаша. Грибы, ягоды, кедр, орешник, рыбаков тоже хватает. Таймень к себе притягивает, чище магнита». Альберт прищурил глаза и с усмешкой спросил. «Лед сколько тебе, гид лесной?» Старик почесал седину на виске, приподнял подбородок и промолвил. «Хм, хвала небесам! Девяносто годков стукнуло в этом году». Аркашка вылупил глаза, Альберт откровенно засмеялся и воскликнул. «Ха, не гони волну, старый, сколько не живут!» Старик с обидой посмотрел на Альберта, поморщился и возразил. «Я всегда говорю только правду». После недолгой паузы старец продолжил. «Странные вы ребята, по виду вроде молодые, а ведете себя, будто миром овладели. Только много видел я на своем веку таких, как вы. Ни один из них добром не кончил. Помню, сразу после войны мужичок, сапер бывший, в золотари подрядился. Породу взрывами, как орехи, щелкал. За сезон четыре пуда добыл. Да только не впрок это золото пошло. Всех перехитрить пытался. Сдал положенные килограммы в артель, а остальное припрятал. А после закрытия сезона рюкзак на спину и побрел по тайге. Но не прошел он и двадцати километров. Нож это тяжелый оказалось. Помер он от радости, не то от переутомления. Шутка ли? Больше пятидесяти килограмм на горбу тащить?» Альберт широко улыбнулся. «Да, миром мы пока не овладели. А вот карьер этот и все прилегающие земли к нему выкупили. В общей сложности двести сорок гектаров. Так что теперь этот лес принадлежит нам». Старик хитро посмотрел на Альберта, усмехнулся и пропел. «Хе-хе-хе-хе. Шмотри, не надорвись, как тот старатель. Больно тяжелую ношу на горб свой хилый примеряешь. Человек приходит и уходит. А лес, он вечно будет стоять на своем месте. Мать-Земля не может принадлежать человеку. Этот человек принадлежит ей целиком и полностью». Альберт посмотрел на помощника и с усмешкой произнес. «Ой, Аркаша, где ты откопал этого древнего философа-то?» Аркадий, заикаясь, начал говорить. «Люди в городе сказали, что лучшие лесника Байкала этих мест никто не знает». Альберт перевел взгляд на старца. «Интересное у тебя прозвище, старина». Старик сдвинул седые брови и опираясь двумя руками на короткий посох ответил. «Это не прозвище, это мое имя. Я коренной алтаец». Альберт макозначительно кивнул и вальяжно раскинув руки, задал вопрос. «Ну, расскажи нам, коренной алтаец, про эти места, про эту впадину. Введи, так сказать, в курс дела». Старик посмотрел куда-то вдаль и без всякого стеснения начал рассказывать. «Леса здесь не простые. В старые времена люди почитали эти места. В моем детстве старики говорили, что впадина эта есть самый близкий путь к сердцу матери земли». Альберт мотнул головой и многозначительно усмехнулся. Старик Байкал улыбнулся и, пожал плечами, продолжил. «Над рекой возвышается курган. За ним начинается долина Каландаров. В старые времена, после сильных дождей и громов, оттуда приходили люди, которые могли слышать голос природы». Альберт закатил глаза и, посмеиваясь, дополнил. «Обожаю сказки». Старик недовольно возразил. «Это ты зря. Я в детстве сам видел, на что они способны. Выйдет, помню, на поле Каландар, вознесет руки к небу и попросит оросить землю мать. И в ту же минуту с небес польется проливной дождь. Или погладит целинную землю, попросит его дать богатый урожай. Через несколько недель зерновые и бахчевые взрастут, как в сказочном саду». Альберт хлопнул ладоши и сквозь истерический смех начал говорить. «Да, старый, тебе не по лесам бродить нужно, а сказки детям рассказывать. У меня аж мурашки по коже после твоих историй. Я бы тебе поверил, если бы не держал акции компаний по производству химудобрений, которые растут с каждым годом, как бахчевые из твоего рассказа». «Да уж, насмешил ты меня. Ну да ладно, ты лучше расскажи, что тут в округе творится». Старик махнул рукой. «Здесь в округе только наша деревня осталась, а до ближайшего населенного пункта километра восемьдесят». Альберт задумался и с интересом продолжил расспрос. «В деревне то много народу живет». Старик уверенно доложил. «Я соседка шлепая и правнучка ее убогая. Еще лесник женой, дети его в город подались, а он решил здесь остаться. Неподалеку лесозаготовка, там на сезон люди приезжают, на постой у нас останавливается, а вам то до этого какой интерес?» Альберт расправил грудь, сдвинул брови и строго проговорил. «Думаем мы здесь производство открывать. Вот и присматриваем место для постройки небольшого поселка». Старик посмотрел на солнце, улыбнулся и довольно ответил. «Да, зачем то строить? У нас в деревне домов двадцать простаивает. Приходи, доживи, все избы добротные, с печками. У нас же здесь делянка была, лет тридцать как закрыли, а поселок то остался. Вот только вопрос у меня. Не вредит ли ваше производство природе?» Альберт засмеялся, пригрозил пальцем и сказал. «А ты не так прост, как кажется, старик. А что касается производства, то я тебе так скажу. Любой прогресс вредит первоздатной природе. Но где бы мы были, если бы не прогресс, так и сидели бы в пещерах, кутаясь в шкуры диких зверей». Старик Байкал с грустью посмотрел на Альберта. «Так то оно так, вот только места эти особенные, живые, могут воспротивиться прогрессу и тогда пощады не жди». Альберт поправил шелковый ворот рубашки, который выглядывал из-за кашмирового пальто. Хмыкнул для важности и, повышая голос, начал свою подготовленную агитацию. «Ну, хватит сказок на сегодня. Мы, можно сказать, цивилизацию продвигаем ваши дебри. Новые рабочие места, новые доходы государству. А ты нас пугать надумал? Нехорошо, старик. Если все получится так, как мы задумали, то через 10 лет вырастет здесь целый город со своей инфраструктурой, транспортом, административными зданиями. И тебе, убогому, не придется по лесам бродить, чтобы прокормиться. Будешь в магазинах еду покупать». После сказанного Альберт махнул рукой и, не глядя на старика, громко скомандовал. «Поехали, Аркашка. И так полдня потеряли». Аркадий тут же прыгнул на водительское место и завел огромный джип с полоборота. Альберт, садясь в машину, вальяжно произнес. «Ну, бывай, старина. Через пару месяцев здесь будет все по-другому». Джип резво развернулся на проселочной дороге и исчез в клубах пыли, подобно черному джину, который появился среди цветущего сада, чтобы показать свой недобрый оскал. Лихо объезжая кочки, Аркадий улыбнулся и заискивающе начал диалог. «Красиво ты про город картину нарисовал, а ведь действительно хорошо будет, если здесь появится современный цветущий городок?» Альберт усмехнулся. «Давно я тебя знаю, Аркаша, и все больше убеждаюсь в твоей простоте». «А знаешь, почему?» Аркадий пожал плечами. Альберт, повышая голос, продолжил. «Да потому что я всегда говорю людям то, что они хотят слышать. Какой к черту город? На месте этого карьера мы построим свалку химоотходов. При нем создадим печи для утилизации тяжелых металлов. Это, кстати, очень дорогое и невыгодное производство» Аркадий, хлопая глазами, задал вопрос. «Так а если оно не выгодное, то зачем ты за него взялся?» Альберт вздохнул. «Ах, понимаешь, Аркаш, в любой отрасли есть свои щели, из которых можно извлечь выгоду. Самое дорогое в утилизации тяжелых металлов – это печные фильтры, которые должны меняться каждую неделю, в зависимости от выработки. Так вот, если ставить эти фильтры только тогда, когда нагрянет проверка, то производство становится очень даже рентабельным и прибыльным». Аркадий задрожал подобно молодому жеребцу. «Ну ты голова, а я как-то сразу и не подумал, что можно вот так вот закон обойти!» Альберт брезгливо посмотрел на водителя, откинулся на кресле и, закрывая глаза, пробубнил. «Ой, как в офис приедем, разбуди! Сегодня должно прийти разрешение из мэрии. Если все пройдет гладко, через неделю можно начинать строительство». Спустя три часа автомобиль остановился возле большого здания. Альберт потер глаза, широко зевнул, посмотрел на золотые часы и, раскрыв глаза, произнес. «Вот и прибыли!» К машине подбежал мужчина, открыл дверь и, потряхивая пачкой бумаг, начал говорить. «Здравствуйте, Альберт! Все разрешения получены, вот только один из акционеров саботирует наш проект. Он утверждает, что если мы будем соблюдать все экологические нормы, то переработка будет убыточной, а мы обещаем почти стопроцентный рост». Альберт вышел из машины, потянулся после сна, взял в руки бумаги и не спеша пошел к парадному входу. Заместитель, бегая вокруг Альберта, не унимался. «Ты понимаешь, что этот дятел может закупить всю нашу схему?» Альберт остановился, внимательно посмотрел на заместителя, вздохнул и начал говорить. «Послушай, Олег, что ты вечно суетишься? Ты замглавы крупного акционерного общества, вот и веди сие подобающее!» Олег зачесал густые волосы и на выходе ответил. «Я все понимаю, но если этот урод отправит все свои подсчеты в мэрию, то комиссия может назначить пересмотр дела и тогда…» Альберт сквозь зубы проговорил. «Все будет хорошо, успокойся, дай мне телефон этого акционера». Олег тут же протянул мобильный телефон. «Вот здесь его номер, полчаса назад с ним разговаривал. Зовут Леонид Петрович и является владельцем 2% акций нашего предприятия». Альберт недовольно прошептал. «Сейчас решим». После сказанного Альберт нажал на кнопку и с улыбкой, начал диалог. «Здравствуйте, Леонид Петрович! Как ваши дела? Как здоровье? Как семья?» «Ну и слава Богу! Мой заместитель рассказал мне о ваших подсчетах и хочу вам сказать, что вы совершенно правы. Предприятие на первоначальном этапе действительно не рентабельно, но так как мы являемся большими сторонниками защиты природы, мы вкладываем средства в этот проект из других отраслей, которые работают более успешно». Что-что? Из каких отраслей? А вот это уже коммерческая тайна и любые попытки давления мы будем расценивать как вредительство и шантаж, что является преступлением и прописано в Уголовном кодексе нашего государства. И если ваши преступные потуги не прекратятся, то мы имеем полное право лишить вас акций нашего предприятия, которое, кстати, является почетным меценатом нашего города. Я надеюсь, мы поняли друг друга? Ха! Вот и прекрасно! Семье привет! Всего вам самого наилучшего!» Альберт выключил телефон, бросил его помощнику и не спеша зашел в здание офиса. Олег на полусогнутых проследовал за своим начальником и восхищенно произнес «Да, умеешь ты решать проблемы, действительно гений!» Альберт зашел в просторный кабинет, положил документы на стол, посмотрел на подчиненного и ответил «Олег, прежде чем стать начальником, я работал 10 лет кризисным менеджером в охранной компании, так что не завидуй, врагу не пожелаю такой жизни. Мне 38 лет и я до сих пор не женат, все, что у меня есть, это работа!» Олег кивнул головой. «Я не к тому, просто ты действительно лучший начальник из тех, с кем когда-либо приходилось работать, у тебя все легко получается и ты никогда не нервничаешь!» Альберт кивнул. «Есть такое дело, мой отец работал на трауре, рыбу вылавливал косяками, и с 12 лет каждое лето забирал меня с собой, а море, как известно, суеты не любит. Ладно, иди занимайся своими делами, я пока все разрешения подпишу и строителям дам команду на расчистку карьера. Мы с Аркашей сегодня с 4 утра на ногах съездили в тайгу, посмотрели место будущей фабрики, с местным аборигеном пообщались». Олег с интересом спросил. «Ну и как тебе место? Местных много?» Альберт маднул головой. «Место, место как место, дебри глухие, а местных там почти нет, три калеки да два проулка». Олег, потеряя руки, довольно добавил. «Серьезное дело, начинаем, с самый большой проект, которым я либо когда занимался, вот только природу жаль, там же через года три ничего живого не останется». Альберт сжал кулаки. «Послушай, я до сих пор понять не могу, откуда ты такой взялся? О природе он задумался. Да ты понимаешь, в какие долги мы влезли, каких кредиторов подключили? Плевать, я хотел на эти несколько сот гектаров леса. Сегодня сожжем, завтра опять вырастет. От меня люди ждут прибыли, и я эту прибыль им дам. Если такие, как ты, не будут путаться под ногами. А сейчас сиди и занимайся своими делами». Олег выставил ладони и, пригибаясь, ответил. «Хорошо, хорошо, успокойся. Мы на вечер хотели банкетный зал заказать, отпраздновать успешное начало нового дела». Альберт кивнул. Олег хлопнул в ладоши. «Обожаю корпоративы, а можно я жену с тещей приглашу?» Альберт задумался и произнес мысли вслух. «В Тулу со своим самоваром? Хотя приглашай хоть всю родню до седьмого колена». К вечеру того же дня Альберт сидел в большом ресторане в окружении офисных работников. Пил коньяк и выслушивал липкую похвалу от подчиненных. На утро он проснулся в отеле в компании двух разлохмаченных женщин. Огляделся, нащупал пластиковую бутылку и начал жадно глотать воду, пытаясь найти вчерашний день. Прошло два месяца, строительство, как и принято, затягивалось в рутинный узел. Альберт по своему обыкновению обзванивал кредиторов и акционеров, обещая очень скорое обогащение, а вечерами занимался прожиганием жизни. И, как ему казалось, именно эти мгновения разгула и разврата отличали неудачника от успешного и состоявшегося человека. Июнским погожим днем, к концу рабочего дня, Аркадий вбежал в кабинет начальника и, сняв кепку, начал говорить. «Альберт, тут такое дело, у меня жена вот-вот родит дает гул на неделю». Альберт недовольно посмотрел на водителя. «Я сегодня хотел поехать на место будущего завода. Нужно проверить, как продвигается строительство, и через неделю должны основные комплектующие привезти, думаю, с первого августа отходы завозить и запускать производство». Аркадий состроил гримас обиженного школьника. Альберт махнул рукой и добавил. «Ладно, черт с тобой, бери отгул, только ключи от джипа мне оставь и Олега позови». Аркадий расплылся в широкой улыбке, положил ключи на стол и сердечно поблагодарил шефа. Через минуту в кабинет зашел Олег. «Вызывал?» Альберт кивнул головой. «Слушай, давай сейчас махнем в тайгу, проверим, как там стройка движется». Альберт снял очки, протер красные глаза и начал отнекиваться. «Слушай, босс, я и так всю неделю за бумагами, а ты меня заслуженного выходного пытаешься лишить. Мы с женой и тещей на дачу собирались выехать». Альберт мотнул головой. «Ладно, один поеду». Олег раскрыл глаза. «Куда же ты поедешь? Доберешься только к ночи». Альберт бросил ручку на стол и добавил. «Дело превыше всего». Олег кивнул. «Ну ты поаккуратнее, там и дикие звери могут быть». Альберт, выходя из кабинета, ответил. «И для зверей, для людей у меня всегда дробовик с Жаканом найдется». Олег, провожая начальника взглядом, прошептал. «Ну да, ну да, у тебя всегда был дробовик на первом месте, иначе как бы ты дорос до таких высот? Кризисный менеджер, мать твою. Ну ничего, недолго тебе осталось небо коптить». Не теряя времени, Олег взял мобильный телефон и набрал нужный номер. «Алло, привет, пап, мне машина твоя на одну ночь потребуется. С ребятами хотим на рыбалку съездить». «Ага, да, да, вот и отлично». Через полчаса, роясь в гаражной яме, Олег вытащил из брезентового мешка винтовку, провел по ней ладонью и негромко прошептал. «Ну что, дружок, вот ты и пригодился». Альберт мчался по асфальтной дороге на огромном джипе, в салоне играла музыка, рядом на сидении нехотя перекатывались запечатанные две бутылки коньяка и, встречаясь, издавали характерный звон. На перекрестке он свернул на проселочную дорогу и, объезжая кочки, выругался вслух. «Да блин, что за дороги? Больше с сорока не поедешь». Проехав по кочкам и ухабам еще километров тридцать, Альберт остановился у края карьера. В низине расположились несколько тракторов, грузовые машины и иная строительная утварь. Выдохнув, он прошептал. «Ну наконец-то». Выйдя из машины и вздохнув полной грудью, хозяин жизни посмотрел на уходящее в закат солнце и негромко произнес. «Этот воздух можно пить без остановки». Всматриваясь в серую огромную тучу, которая неумолимо приближалась, закрывая последние лучи солнца, Альберт вдруг вскинул руки к небу и громко крикнул. «Туча, не порть мне этот прекрасный вечер!» На что туча ответила проливным дождем. Выругавшись, Альберт залез в салон автомобиля, откинул сиденье, откупорил бутылку и небольшими глотками принялся не спеша потреблять горячительный напиток, заедая жидкую трапезу шоколадом. Олег оставил УАЗ в километре от карьера, надел брезентовый плащ, накинул капюшон и уверенными шагами пошел в сторону карьера, поправляя ремень, на котором свисала винтовка. Дойдя до карьера, он заметил черный джип, примастился в кустах и, вглядываясь в прицел самозарядного карабина, недовольно проговорил. «Эх, вот ты где закопался, алкоголик хренов! Не видно ничего в сумерках, да и дождик этот так некстати! Может подождать, пока ты напьешься, да и скину тебя вместе с машиной в карьер!» Альберт тем временем открыл вторую бутылку, сделал большой глоток, вышел из машины, подошел к краю обрыва и, расправив руки, крикнул «Лес, ты принадлежишь мне! Никто и ничего меня не сможет остановить! И это только начало! Скоро, очень скоро здесь, как грибы, начнут расти свалки химических отходов!» Тучи свернулись в воронку, подул сильный ветер и молния ударила точно в человека, который считал, что только сейчас начинается его настоящая жизнь и который строил грандиозные планы на свое прекрасное и безоблачное будущее. После сильного разряда, который буквально прошил тело несчастного, как пронзает швейная игла букашку, Альберт на мгновение застыл с распростертыми руками, после чего медленно упал и скатился в низину карьера по пологому спуску. Олег, который наблюдал всю эту картину из ближайших кустов, раскрыл широко рот и негромко произнес «Не верю своим глазам! Такое везение может быть только раз в жизни!» Не в этом! Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ! Жму руку тебе, бро! А если ты девочка, то крепко обнимаю! С уважением, твой Андрей!